Производство по переработке пластикового мусора в полимерную гранулу высшего сорта в исправительной колонии номер 20 налажено основательно. Сырьё, которое изготавляют заключённые, такого высокого качества, что востребовано даже в Южной Корее. После нескольких лет успешной работы в колонии приняли решение о развитии производства до полного цикла. Теперь из полимерной гранулы здесь изготавливают полиэтиленовую плёнку широкого спектра применения. «Ухсин по Приморскому краю, в частности ИК-20, мы рассматриваем как территорию опережающего развития. С момента начала деятельности до момента выпуска продукции у нас ушло три месяца. Для России это очень хороший результат». Работа в новом цехе ведётся на самом современном оборудовании. Сегодня бывший в употреблении пластик подвергается полной переработке. В месяц в исправительной колонии вторую жизнь получает до 150 тонн мусора из Приморского и Хабаровского краёв. Работа ведётся по принципу 1 к 10. Для получения одного такого мешка с сырьём, для производства гранулы, необходимо 10 мешков с мусором. «По приезду в колонию было предложено администрации колонии несколько вакансий. Я рассмотрел, мне стало интересно, так как ближе к производству. Стало интересно, что за завод, что за плёнка. Вот пришёл, попробовал, работаем». Только за месяц работы нового производства в тестовом режиме здесь произвели около 50 тонн полиэтиленовой плёнки. Здесь трудоустроено 65 осуждённых. Их обучают работе на новом оборудовании. В будущем они смогут трудоустроиться по новой профессии. «Основная задача исправительной системы – это в том, чтобы осужденных наших трудоустроить, чтобы в первую очередь производили выплату исков своих. Второй момент – также продолжался стаж осужденных, идут отчисления по данным направлениям. Ну и адаптация после окончания срока, чтобы могли, выйдя из этих стен, найти себе профессию». Из гранулы, которую изготавливают заключённые 20-й колонии, впоследствии производят всем хорошо известные мусорные пакеты и пакеты для супермаркетов. После утилизации они также могут получить вторую и даже третью жизнь, если вновь попадут на полимерное производство в исправительную колонию строгого режима в посёлке Заводском. Светлана Садовая, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.